Здравствуйте, уважаемые винокуры! С вами я, Дмитрий Лафетников, ведущий информационного канала производственной компании Добрый Жар, крупнейшего производителя в России товара для домашнего самогонаварения, пивоварения и виноделия. А поэтому практически все приборы, приспособления и ингредиенты, которые я буду использовать в этом ролике, вы можете приобрести на нашем официальном сайте, перейдя к этой ссылке, также она будет внизу в описании. Я редко себя хвалю, но, по-моему, вот именно сейчас у меня получилась действительно очень неплохая медовуха, которая однозначно ничем не похожа на ту непонятную жидкость, что обычно нам с вами предлагают на медовых базарах. Чем больше проходит времени от того момента, как я ее сделал, тем больше она мне нравится, и не только мне. Очень рекомендую попробовать, сделать нечто подобное. Рецепт очень простой, ознакомиться с ним можно по ссылке внизу в описании. Сок можно использовать любой. У меня бишневая медовуха, может и яблочная, не знаю, даже апельсиновая, манговая, какой угодно. Такая медовуха под силу любому новичку, кто вообще слово медовуха слышал только в русских народных сказках. Получится очень вкусный и освежающий напиток. Как раз то, что нужно в преддверии свежего меда и лета. У меня три бутылки. Давайте сейчас наполню бокалы и расскажу о них более подробно. Вот смотрите, какая красота. Даже цвет разный. Здесь прямо все бурлит. Остальные поспокойнее. Давайте по порядку. Значит, первая бутылка. Напоминаю, у меня здесь была медовуха сброженная с вишневым соком и карбонизированная соком. Получилось, значит, что, видите, такая розовенькая. Ну, пока вот я наливал, все газики уже вышли. Такие. Ну, в целом на дегустации она, ну, тут такой, знаете, слабенький перляж, еле идет. Ну, в целом она газированная. На вкус, вкус приятный, но, как вам сказать, особенно вот когда месяц назад первая дегустация была, чувствуется вот сок. Потом по мере он уходит, уходит, появляется такая, какая горчинка, что ли, такая вот какая-то, ну, мне лично она не мешала, но вот моим женщинам как-то не очень понравилась именно вот эта горчинка. Так, в целом, неплохо, но можно сказать, что чувствуется сок. Я бы сказал, что много сока здесь, вот этот вариант. Возможно, кому-то нравится, лично мне, так, я благоприятно к нему отнесся, но вот такая вот характерная горчиночка такая вот, минус, как бы все портит, можно сказать, запах. Запах вот реально такого вишневого сока, такой концентрированного, насыщенного. Вот здесь, во второй бутылке, уже в бокале у меня медовуха, карбонизированная декстрозой. Декстрозой, помните, сброженная соком и карбонизированная декстрозой. Но поразительно то, что, так что-то поднимается, она получилась наименьше всего газированной из всех вот этих трех вариантов. Она такая, знаете, запах сока практически не чувствуется, такой едва нежный-нежный такой вишневый сок, запах приятный, ненасыщенный, неконцентрированный, пьется очень вкусно, сбалансированная. Моим женщинам однозначно всем понравилось, но минус был, что не было вот гасиков. Почему, не знаю, я думал, что она как раз на декстрозе, и однозначно будет очень хорошая карбонизация, но получилось вот так, может мало декстрозы добавил, или что, ну факт, вот есть факт, она наименее газированная. Все хорошо, но недостаток, что мало гасиков. Ну и третье, вот смотрите, я разговаривал, разговаривал, вот до сих пор тут, смотрите, какой перляж. Вот это вот, вот это вот газированная, газированная. Это вот победитель из всех трех вот этих вот номинантов. Здесь у меня медовуха сброшенная без сока, чисто вот мед, и на карбонизацию я добавил сок. И вот получилось вообще это бомбический результат. Во-первых, она вот газированная, такая резкая, пена быстро распадает, на вкус вот нет вот этого недостатка, вот этой горчинки, что ли, переизбыток сока однозначно здесь не наблюдается. Всему меру пахнет и нотки меда, и сока. Вот это вот однозначно, вот это, скажем, 50 на 50 мед, и сок нашли друг друга. Очень победный результат. Попробуйте, рекомендую вот это. Можно, конечно, это попробовать, ну, поняли, да, кто может не любит газированное, там, или кто любит побольше сока, но вот это вот, на мой взгляд, однозначный победитель. Прямо пьешь, оно, да, впечатление, знаешь, где от медовухи, такое, оно легкое, очень легкое опьянение, кажется, что через некоторое время ноги не идут, но потом как-то все это отпускает, опять выпил стаканчик, опять-то все обволакивает, ну, такое бомбезное впечатление. Всем очень понравилось, все в восторге. Значит, что могу сказать? Если вдруг вы заинтересовались этим рецептом, обязательно рекомендую попробовать, но также не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Кто знает, какую медовуху мы сварим в следующий раз. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Напоминаю, что внизу в описании есть ссылки на все наши социальные сети, ВК, ЗНО, одноклассники и прочее. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий, участвовать во всех розыгрышах и других активностях. С вами был я, Дмитрий Таллафетников и производственная компания Добрый Жар. Субтитры создавал DimaTorzok